Тот же Шевченко ездил, он вспоминает времена. Ну, сейчас просто так получилось, что из производственной программы большинства фирм, эти снегоходы, ушли. Они в спортивной гамме не представлены. Вот 600-кубовые, самые массовые. Есть еще 800-кубовые снегоходы. Они, по идее, допускаются у нас на чемпионат России, но на них не ездят, только любители ездят. Ну что, судья на старте готов. Сейчас будет 15 секунд до старта. Здесь уже 5 минут, и плюс круг лидера уже, как у взрослых в М3. Табличку видят гонщики. 5 секунд до старта. Поехали. Стартанули. И 99-й гонщик у нас выбивается вперед. Жанна Блевскиданов выигрывает старт. Гонщик Факеловский. Выиграл он Кубок Ушакова в сезоне 2014. Кстати, ездил и в кроссе, в полтинниках. Нет, обходят его. В молодежке ездил в 2013 году. Борется, нет, борется, борется с ним. 2004 года, ему 10 лет. Все, обошел. Обошел лидера. Да, у нас прошли. 77-й, кстати, Калибаба. Калибаба призер М3 у нас Ушаковского Кубка Декабрьского. 13 лет он постарше. Второй у нас, кстати говоря, и идет на третьем месте шестерочка. Булат Хункаев, факел. 77-й, 99-й и 6-й. Вот так. На четвертом месте 88-й номер Александр Кряков. Призер М3 Ушаковского Кубка Декабрьского. И для тех, кому не задался старт, вот они борются в хвосте Пелетона, пытаясь улучшить положение. Говоря о стартовой позиции, вот как раз стартовая позиция была у Вонечка хорошая. Он выбрался в Рибели, ну а там уже дальше, конечно, не повезло, его обошли. Но вот именно, что такое стартовая позиция для Вонечка, это, ну, считай, половина успеха. А там дальше уже от него зависит самого, сохранит он это лидерство или нет. Так, Богдан Калибаба. Первый круг лидера. 77-й стартовый номер. Серебряный призер Ушаковского Кубка Декабрьского в М3. И он отрыв себе уже обеспечил, некий отрыв. Ну, достаточно комфортный отрыв, для того, чтобы его догнать, для этого необходимо. Шестерка на второе место перешел. Нет, вернул себе, вернул себе 99-й. И там, там борьба, и кто-то по внутреннему радиусу пытается еще выйти на второе место. 77-й Калибаба. 88-й номер, вот кто прорвался у нас. Кряков, Саша Кряков. И 6-го номера 99-й. А Кряков, кстати, выиграл здесь декабрьские гонки у нас. Но сейчас неудачно стартовал и выбирался с пятого места, вот сейчас на второе. Упорная борьба идет между 88-м и 6-м номером. Ой, 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 ой. Ух ты, поди, и у нас так он плавненько завалился. И бьет снегоход, да? Бьет снегоход у нас. Снегоход-то как раз не виноват здесь. И вряд ли он на это дело отреагирует. А силенок-то не хватает поставить его. Ну, 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 давай, давай, давай. Потерял, да. И все-таки потерял время. Пропустил, пропустил, как минимум. Сейчас уже будет трудно ему вернуть ту позицию, на которую он боролся. Десяток, наверное, гонщиков он пропустил вперед. Но очки команде вести надо. Талибаба, Кряков. И четверочка на третьем месте. У нас четвертый стартовый номер. А кто это такой тоже? Видимо, замена была. У меня дубовик стоит, но это вряд ли он. У меня четверка Рылеев. Максим Рылеев. Наверное, он и есть. Максим Рылеев, ямбургский гонщик. Шестьдесят шестой уже далековато. Вот этой компании. Марк Дедур. Борьба за лидерство. Семьдесят седьмой стартовый номер. Богдан Калибаба. Факел. И восемьдесят восьмой Александр. Кряков. Факел. Девяносто девятый на четвертом месте. Скиданов. Скиданов самый молодой из этой компании. Ему десять лет. Как раз он только перебрался у нас в М3. Ну и опять же не всю трассу, не всю трассу обходят гонщики. Они ездят только по определенному кругу. Срезочку, да, сделали. Срезка идет специально. У них пять минут заезд плюс круг лидера. Поэтому вот сейчас на... А уже взрослые будут полностью по всему периметру трассы ехать. Вот лидер сейчас проскочил за круговым. Четверка на втором месте. Девяточка Пелюгин. Троечка Вишняков. Илья Вишняков. Ямбург. Вот шестерка вон подотстал. Хункаев Булат отстал. Ну, уже что-то вырисовывается. Вырисовывается то, что... 77-й номер, похоже, продолжает лидировать. Хотя он сейчас застрял за большой группой круговых. Не может их пройти. Отсутствие опыта у круговых, естественно, обязательно должны пропускать. Но они в пылу борьбы считают, что это его не кругов... Что это не лидер обходит, а что это они между собой борются. Еще пока нет этого опыта, чтобы распознать, кто же тебя обходит. Лидер или... Или это просто вот рядом едет кто-то из своих круговых. Ну, это с годами придет, это наработается. Прорвался. Вот он все-таки прорвался у нас. Калибаба. Вперед. Финиш. И финиш. Махнули ему 88-й. Все-таки второй у нас получился. Догнал он. Догнал он. Вот он был этой борьбы. Вот именно в таких... 99-й, то ли на третьем, то ли на четвертом месте в этом заезде. Потому что уже из-за круговых здесь было сложновато. Электронные датчики транспортера не стояли на этих снегоходах. Поэтому судьи вручную считали номера. Вот сейчас они там на линии финиша находятся. Ну что, этот первый заезд уже вошел в историю снегоходного кросса. Протоколы зафиксировали. И уже будем готовиться к следующему, первому заезду. Продолжение следует...